Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор, к сожалению, о политической ситуации вокруг нашего футбола. Хотелось бы отметить, что последнее время наши футболисты, ну, скажем так, хранят молчание по большей части касательно политической обстановки. Их можно понять. Они выступают за клубы, которые по большей части финансируются государством, и вы сами понимаете, что не вовремя сказанная фраза и сказанная не в тему может стоить им очень многого. Поэтому сейчас из каких-то важных футболистов, по-моему, только Смолов так активно высказывается против, остальные хранят молчание. Ну и сейчас поднялся определенный скандал вокруг Артема Дзюба, потому что украинский футболист Эвертона Миколенко налетел по полной программе на Артема и много всяких гадостей ему наговорил. Тут, конечно же, мы понимаем, что все на эмоциях, что все на нервах и так далее, однако мне кажется, что Миколенко, тем более находящийся далеко от линии фронта, в уютненькой Англии, мог бы вести себя как-то по сдержанию. Я могу понять тех людей, которые на эмоциях говорят что-то, находясь просто в смертельной опасности, но здесь мультимиллионер, переводя на гривны, наверное, уже и мультимиллиардер с огромным контрактом и хатой, и тачкой, и всем остальным в Англии, он как-то, знаете, мог бы себя вести, наверное, по сдержанию. И, знаете, здесь оправдывать лично Миколенко я не вижу никакого смысла. Повторяю, я могу понять простых людей, которые оказались сейчас, конечно, в полной заднице. Но вот здесь мы скорее видим попытку человека очень лихо хайпануть и выставить себя охренительным патриотом, находясь хрен знает где далеко. Но, знаете, это у нас у украинцев такая фирменная черта, я же сам украинец, сам по себе знаю, что у нас самые большие патриоты живут в Канаде, Америке, Англии, а то и России. Ну, а самый главный наш патриот украинский, лысая башка, говорящая, главный наш пропагандон, который обещал кадекировать, он там, по-моему, свалил то ли в Польшу, то ли еще куда-то, и вещает оттуда, из какого-то подвала, рассказывает про то, какой он крутой и как все здорово, как мы от перемоги до перемоги идем. В общем, здесь, касательно Миколинга, я не питаю никаких иллюзий, парень, он всегда был не самый приятный и немножко говнистый, здесь это стало видно в очередной раз. А вот касательно Дзюбы, давайте обсудим всю эту ситуацию. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, в который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус, три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискует. Вообще, на самом деле, многие спросят, а что налетели на Дзюбу, потому что он вроде как не высказывался как-то активно в поддержку происходящего в Украине, он вроде как не махал флагом и не рассказывал там, что сейчас всех порвем и так далее, но на него взяли и налетели. Мне кажется, это как раз негативный эффект от той самой Дзюбомании, которая в свое время появилась в нашей стране, что Дзюба так или иначе стал, ну, своеобразным олицетворением нашего футбола, и так или иначе к нему теперь обращаются, в том числе по таким вопросам. Дескать, а почему вы, футболисты, не выступаете против? Ну что ж, хотелось бы отметить, что Дзюба в итоге выступил, и хотелось бы отметить, что он занял вполне себе здравую и грамотную позицию, сказав, что да, я против войны, однако тот поток негатива, который палился, в частности, против него, не совсем уместен. Я тоже так считаю. Понимаете, человек не высказывался в поддержку. Он там, повторяю, не размахивал там военными какими-то значками или еще чем-то и не шутил на эту тему. Занимался своим делом, как и Миколенко. Но при этом, как мне кажется, Дзюба сейчас, как своеобразное олицетворение нашего футбола, как человек номер один по-прежнему в медийной сфере российского футбола, он становится особенно уязвимым. Особенно учитывая то, что он выступает за «Зенит», а известно, что «Зенит» у нас тесно связан с «Газпромом», с правящими кругами, со всеми остальными. Поэтому сейчас, конечно же, негатив польется в его адрес. Это, наверное, было неизбежно. Но Дзюба молодец, что не стал срываться, не стал отвечать хамством на хамство. Ответил крайне дипломатично, поэтому высказался против самого факта войны. А занимать какую-то позицию, ну, сами понимаете, это сейчас во многом недопустимо. Ни для Дзюба, ни для других футболистов в нашей стране, которые, во-первых, но все-таки получают деньги фактически от государства. Пускай зачастую и опосредованно. Ну и при этом мы понимаем, что сейчас в информационном поле вообще достаточно опасно как-то высказываться «за» или «против». И это касается что Украины, что России. Все-таки сейчас мы должны констатировать, что конфликт перешел все разумные пределы, а стало быть, действуют уже практически законы военного времени. Поэтому, знаете, Мэк Коллинга, находящемуся хрен знает где далеко, ну, ему, наверное, не так сложно разглагольствовать, болтать и все остальное. А вот для Дзюбы это уже вопрос куда более сложный. Поэтому здесь, на мой взгляд, Артем, в принципе, повел себя правильно. И то, что он не стал, повторяю, отвечать хамством на хамство, это как раз показатель. Это показатель того, что Артем не такой говнюк, как многие себе представляют. Тут даже самый известный хейтер Артема Дзюбы, человек в кепке, даже он высказался в поддержку Артема. Ну, наверное, это уже о многом говорит. Так или иначе, ребят, давайте будем надеяться на то, что все то дерьмо, что творится сейчас, что оно закончится, дай бог. Очень на это надеюсь. Я думаю, для вас не секрет, что я сам украинец, что у меня родня сейчас и в Белой Церкви, и в Киеве находится. И лично для меня все это вообще становится какой-то жуткой трагедией, как страшный сон какой-то. Поэтому давайте будем надеяться, что будущее у нас все-таки у всех светлое, дай бог. Что что-нибудь хорошее все-таки начнется в ближайшее время. Как говорится, темнее всего перед рассветом. Будем надеяться, что все изменится в лучшую сторону. И давайте будем, все-таки мы, как бы люди, непричастные к политике, которые не могут, скажем так, принимать решения, от которых зависит судьба там Украины или России. Мы здесь просто пешки в чужой игре, к сожалению. Мы здесь бессильны, кто бы что ни говорил. Потому что на наше мнение там наверху, по-моему, всем наплевать. Давайте попытаемся вообще в происходящем сейчас сохранить человеческое лицо, а не опускаться до уровня скотов, которые сидят в Англии и оттуда строят из себя охранительных патриотов в тысячах километров от линии фронта. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Всем пока.